Всем привет! В эфире Универ Нилс. Зима становится суровее, а настроение все улучшается. В преддверии Нового года. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Вперед к победе! Прошли студенческие игры по конному спорту. Для студентов Казанского федерального мастер-класс провел пилот легендарной команды КАМАЗ-мастер. Пункты проведения государственной итоговой аттестации продолжают оснащать системами видеонаблюдения, металлоискателями, средствами подавления сигналов связи. Все это делается для того, чтобы экзамены школьники сдавали честно. По этому поводу в Казанском университете состоялась встреча. Подробности узнаешь далее. В зале заседаний Попечительского совета Казанского федерального состоялось совещание по вопросам развития системы общественного наблюдения за ходом проведения ГИА в 2017 году. На встречу принял участие министр образования и науки Республики Татарстан. В Республике сохраняется достаточно обширная сеть образовательных организаций. Это 2057 дошкольных образовательных организаций, 1500 школ, в том числе 880 средних и 100 профессионально-образовательных организаций, 29 вузов и 32 филиала вузов. В Республике Татарстан большое внимание уделяется развитию образования, отметил министр. Не только на федеральном, но и на региональном уровне. В 2016 году Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки решила расширить практику привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей. И Казанский федеральный не стал исключением. На совещании выступил первый проректор Казанского университета Рияс Минзаривов. Он отметил, что университет вносит и свой вклад в организацию общественного наблюдения при проведении экзамена. Наш университет принимает очень активную часть тем, мы тесно работаем вместе с Министерством образования и науки Республики Татарстан. Наши студенты очень активно участвуют в качестве общественного наблюдателя на государственных методовых испытаниях. На встрече также обсудили опыт мониторинга ГИА в период с 2014 года по 2016 и стратегические задачи по осуществлению общественного наблюдения в 2017 году. Строгий порядок на пунктах проведения ГИА в виде системы слежения общественных наблюдателей позволит обеспечить честную сдачу экзамена. Анна Глазунова, Руслан Урозаев, Универньюз. Студентам Казанского федерального университета выпал уникальный шанс пообщаться с пилотом легендарной команды КАМАЗ-Мастер. Заслуженным мастером спорта России, победителем ралли Дакар-2013 Эдуардом Николаевым. Все подробности в следующем сюжете. КАМАЗ-Мастер Автогонщик Мастер спорта России международного класса, победитель ралли Дакар-2013 Эдуард Николаев. Общение со студентами, ведь мы техническая команда, да, ну не только у нас техники в команде, но и экономисты, инженера, и кого только нет. Когда вот на встрече именно такого плана мы видимся со студентами, слушаем очень много от них вопросов интересных. И многие из них потом приезжают к нам в набережные Челны, приезжают в команду и многие даже устраиваются к нам на работу. Свой путь в большой автоспорт Эдуард, как и многие автогонщики, начал с картинга, которым он увлекся еще в детстве. На одном из всероссийских чемпионатов по картингу Эдуард становится победителем. Этот успех молодого картингиста не остался незамеченным и был приглашен в автогоночную команду КАМАЗ-Мастер. По мнению российского спортсмена, именно сплоченный экипаж – залог всех достигнутых побед. У нас все в равных условиях, и пилоты тренируются в равных условиях, и штурмана, нет какого-то выделившегося члена экипажа. У нас команда, то есть мы выполняем требования нашего руководства, цели и задачи также выполняем, которые перед нами ставят. Поэтому наши автомобили соответствуют друг другу, и тут уже зависит от мастерства каждого. В Институте экономики КФУ состоялась 11-я международная научно-практическая конференция «Маркетинг и общество». Как это было, смотри в следующем сюжете. 15 декабря в Синах Институту управления экономикой и финансов КФУ прошла международная научно-практическая конференция «Маркетинг и общество», которую кафедра маркетинга проводит уже 11-й раз. Целью конференции является обобщение накопленного теоретического и практического материала в области маркетинга экономики и предпринимательства под влиянием экономических и политических процессов России в мире. Основными направлениями работы конференции стал стратегический и тактический маркетинг, поведенческая экономика, антикризисное управление, поведение потребителя, маркетинговые коммуникации и другие темы, которые неразрывно связывают маркетинг и общество. Специальным гостем в этот день стала Трофимова Марина, заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Татарстан, которую рассказала участникам конференции о тенденциях в сфере защиты прав потребителей. Понятие защиты прав потребителей, поскольку в феврале наступающего 2017 года мы будем праздновать всего лишь на всего 25-летие закона защиты прав потребителей, когда в России впервые появилось это понятие. И сегодня до слушателей я хочу довести актуальное направление в сфере защиты прав потребителей, как в деятельности нашего управления, так и в целом в обществе, какие проблемы на сегодняшний существуют и как мы стараемся их разрешать. В сегодняшнем сложном мире все мы должны разбираться в маркетинге, продавая машину, подыскивая работу, собирая средства на благотворительные нужды или пропагандируя идеи. Мы занимаемся маркетингом. Нам нужно знать, что представляет собой рынок, кто на нем действует, как он функционирует, каковы его запросы. Нам нужно разбираться в маркетинге и нашей роли потребителей, и в нашей роли граждан. Знание маркетинга позволяет нам вести себя более разумно в качестве потребителя, будь то покупка зубной пасты или нового автомобиля. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Всемирная сеть продолжает удивлять, какие самые обсуждаемые новости Рунета сегодня. Расскажет наша традиционная рубрика Веб-Ньюз. В Казань хочет переехать актер Стивен Сигал. Об этом он заявил на встрече с Рустамом Минихановым. Напомним, что Путин подписал указ о предоставлении Сигалу российского гражданства 3 ноября. Министр образования и науки Российской Федерации отметила инновационные разработки КФУ на ВУЗ Промэкспо. Здесь представлены наглядные материалы, макеты, образцы продукции, симуляторы и многое другое. А потенциальные заказчики могут не только подробнее ознакомиться с представленными новационными находками Казанского университета и его партнеров, но и подробнее узнать о возможностях КФУ. Опыт российского дополнительного образования оценили в Европе. Представители Института психологии и образования КФУ по приглашению организаторов серии международных семинаров из университетов Марбурга и Гессена приняли участие в работе воркшоп для молодых ученых-исследователей из различных университетов Германии. В набережных Челнах прошел первый IT-кластерный форум. На семинарах в рамках форума участники обсудили возможные перспективы развития IT-отрасли. «Зенит Казань» одержал вторую победу в финале шести Кубка России. Со счетом 3-0 казанцы обыграли новосибирский «Локомотив». Если вдруг кто-то задумает снять женскую версию трех мушкетеров, актрис долго искать не придется. Наши студентки-наездницы точно бы не подвели и успешно справились с ролью. Но это только предложение. А пока любительницы конного спорта впервые встретились на студенческих играх по верховой езде. Обо всех подробностях события расскажет Аделя Шамилова. 15 декабря в Казани стартовали студенческие игры по конному спорту. Такие квалификационные соревнования проходят в столице Татарстана впервые. Теперь в ближайшие дни на ипподроме Казанской спортшколы с легкостью можно встретить лучших молодых жакеев Татарстана, Башкортостана, Москвы, Ульяновской области и многих других регионов страны. Всероссийские студенческие конные игры. По конкуру, выездке и двоеборью. Также в рамках мероприятия мы проводим чемпионат республики Татарстан. Соревнования проводим в цели популяризации и развития конного спорта, олимпийских видов конного спорта. Конный вид спорта является одним из престижнейших во всем мире. Еще бы! Ведь он отлично сочетает в себе красоту, грацию и мастерство жакея. Студентам с разных вузов города предстоит не только продемонстрировать свою ловкость, но и показать, на что еще способны их парнокопытные друзья. В данных соревнованиях проходят два вида, три вида точнее конного спорта. Это конкур, выездка и двоеборье. Выездка – это так называемая фигурная езда, когда лошадь выполняет различные упражнения, элементы высшей школы верховой езды. А конкур – это преодоление препятствий. И в двоеборье включают в себя выездку, элементарную манежную езду и также преодоление препятствий. Молодежные соревнования по конному спорту проводятся в целях популяризации и развития конного спорта в Татарстане, а также расширение спортивных связей студенческой молодежи и повышение интереса к регулярным занятиям физической культуры и спортом. Именно поэтому к участию в соревнованиях были допущены не только студенты, но и простые любители конного спорта, желающие продемонстрировать свои способности. Можно сказать, не начинала, а родилась в седле. Мои родители конники, поэтому я с самого детства рядом с лошадьми начала свой путь в седле и до сих пор в седле и буду его продолжать. Планы на будущее грандиозные. В мечтах Олимпиада, но будем реально смотреть на вещи и будем достигать наиболее высоких результатов, которые только для нас возможны. Лошадь – животное благородное и одновременно капризное. А почему? Прямо сейчас мы узнаем в этих конюшнях, которые далеко не Авгиевы. Каждый наездник проводит в конюшнях достаточно большое количество времени, чтобы установить хороший контакт со своим спортивным партнером и подвести его в наилучшей форме к соревнованиям. Любая лошадь требует к себе особого внимания, понимания и, конечно же, спокойствия. Главное – спокойно относиться ко всем ее капризам. Тогда она будет отвечать вам всем же спокойствиям. Для обеспечения профессионального судейства приглашены судьи международной и всероссийской категории из разных городов России. Компетентному жюри предстоит сделать довольно сложный выбор. Каждое выступление было уникально благодаря особенностям и характерам лошадей, которые кажутся странными и необычными. Они еще раз наглядно доказывают нам, почему верховая езда считается самым благородным и элегантным видом спорта. На этом у меня все. Будь всегда в теме с «Универ Ньюз». Пока!